Достигнув высокой должности начальника полиции, мне уже не приходилось более ограждать себя от капканов и западней, в которые меня старались вовлечь. Время испытаний миновало, но я должен был остерегаться мелочной зависти некоторых из моих подчиненных, которые точили зубы на мой пост и употребляли все свои усилия, чтобы сместить меня. Кокола-кур был одним из тех, кто более всех старался в одно и то же время окружать меня лестью и вредить мне. Я уверен был, что этот хитрый человек был способен воротиться за пятьдесят шагов и опрокинуть за собой все стулья в церкви, если бы случайно услышал, что я чихнул, для того, чтобы медовым голосом пожелать мне долгого здравия. Но, тем не менее, я знал, что в тихом омуте черти водится. Я никогда не ошибался в свойстве и целях этих ухаживаний и внимания со стороны людей, которые падают перед вами ниц, когда в сущности им достаточно только наклонить голову. Но так как я сознавал свой долг, то мне было решительно все равно, искренне ли это проявление лицемерной преданности или ложным. Не проходило ни одного дня, чтобы мои мухи не являлись ко мне с доносом о совещаниях, происходивших по поводу моей особы под председательством Кокола Кура. Как говорят, он замышлял свергнуть меня, и образовалась партия, участвовавшая в его заговоре. Для них я был тираном, которого необходимо было свергнуть. Сначала заговорщики ограничивались тем, что поднимали шум из-за всякой безделицы. Постоянно имея в виду мое падение, они находили удовольствие предсказывать его друг другу, и каждый из них по-своему разделял заранее наследство. Не знаю, доставалось ли это наследство самому достойному, но мне хорошо известно, что мой преемник не щадил усилий и употреблял более или менее ловкие происки, чтобы заявить себя моим кандидатом до моего удаления. От сплетен и каверса Лакур и его клевреты перешли к более существенным действиям. Перед наступлением сессии суда, в которой должны были судиться Пея, Леблан и Лефлюр по обвинению в краже со взломом при помощи отвертки и помады, распространился слух, что я накануне катастрофы и что по всей вероятности мне не удастся выйти сухим из воды. Это пророчество, пущенное в ход по всем кабакам соседних судебной палаты, было также доведено до моего сведения, но я обратил на него не больше внимания, чем на остальные, также не исполнившиеся. Только мне показалось, что Лакур удвоил свое ухаживание за мной и стал подлипать ко мне пуще прежнего. Он клялся мне с особым почтением и чувством, глаза его при этом тщательно старались избегать моего взгляда. В то же время я заметил, что трое других из моих агентов Катье и Эдан удвоили усердие и предупредительность. Это не могло не удивить меня. Я знал, что эти господа имели частное совещание с Лакуром. Не стараясь ни малейшим образом следить за их поведением по отношению к моей личности, тем не менее я сам заметил, что они шепчутся и что речь идет обо мне. Однажды вечером, проходя по двору святой часовни, они не уважали даже святыни, я услышал, как один из них радовался, что я попадусь в капкан. Какой это капкан, я не имел об этом никакого понятия, но когда Пео и его сообщники предстали перед судом, я убедился, что против меня была направлена адская махинация, стремящаяся выставить меня главным зачинщиком преступления, в котором они обвинялись. Пео заявил, что когда он обратился ко мне с просьбой указать ему вербовщика, который мог бы поставить вместо него рекрута, я будто бы предложил ему воровать для меня и даже дал ему три франка на покупку лома, с которым его накрыли у лоботи. Бертеде и Левбюр подтвердили показания Пео, и один виноторговец Леблан, также замешанный в этом деле, и, по-видимому, бывший главным зачинщиком преступления, поощрял их в их системе защиты, с помощью которой им непременно удалось бы оправдаться. А адвокаты, которые защищали подсудимых, старались извлечь все возможное и из этого мнимого обвинения, чтобы все приписать мне. И им удалось посеять воображение судей и публики сильное предубеждение и подозрение против меня. Тогда я счел необходимым оправдаться и в сознании своей невиновности просил господина префекта снарядить следствие с целью удостовериться в истине. Пео, Бертле, Левбюр были осуждены, я полагал, что, не имея более никакой выгоды поддерживать эту наглую ложь, они, наконец, сознаются, что оклеветали меня и что, кроме того, если они действовали так по наущению, то они без сомнения назовут виновников обмана, который они так смело поддерживали на суде. Префект приказал снарядить следствие, и видение его было поручено полицейскому комиссару Флерейсену, как вдруг совершенно неожиданный документ послужил первым доказательством моей невиновности. Это было письмо Бертле к виноторговцу Леблану, который был признан виновным. Привожу здесь это безграмотное послание, чтобы показать, к чему сводились обвинения. Которые мои враги не переставали возводить на меня во время моей службы при полиции. Вот это письмо, которое я привожу, не изменяя орфографии. Господину Блану, виноторговцу, живущему близ заставы Комбо на бульваре Шопишин. Милостливый Государь, пишу вам это письмо, желая осведомиться о состоянии вашего здравия и в то же время предупредить вас, что мы осуждены. Вы не можете себе представить мое печальное положение. Поэтому имею честь уведомить вас, что если вы нас оставите без внимания, то я донесу на вас за то, что вы доставили нам лом. Вам известно, что мы объектом скрыли на суде, обвинив в этом деле начальника полиции в действительности невиновного. Вам также небезызвестны обещания, данные мне вами в вашем комнате, с тем только, чтобы я поддержал вас на суде. Поэтому, если вы нас покинете, то я не буду вас считать человеком после всех ваших прекрасных обещаний. Вспомните, что правосудие не теряет своих прав, и я мог бы вас привлечь к... Вы можете ничего не опасаться, если тайно передадите. Бертле По существующему обычаю, письмо это, которое должно было быть передано тайно, было отдано тюремщику, и тот, скрыв его, немедленно довел до сведения полицейской префектуры. Леблан вследствие этого не мог прийти на помощь в Бертле. Тот потерял терпение и для приведения в исполнение своих угроз написал мне другое письмо следующего содержания. 29 сентября 1823 года Милостливый государь, на основании прении в суде присяжных и резюме председателя, обвиняющего вас в том, что вы доставили сумму в три франка на покупку инструмента для взлома двери, Господин Лоббати, все это на основании ложного показательства ПВА. Я, Бертле, в присутствии властей желаю показать всю правду и заявить о вашей невиновности, поэтому я намерен заявить, «Где куплен лом первое и второе, из чьего дома я получил ее, и третье, имя лица, доставившего ее». Бертле. Ниже. Одобряю написанное выше. Ниже была приложена тюремная печать и заметка, сделанная рукой начальника консьержа. Все написанное выше и подписи действительно принадлежат Бертле. Бертле, допрошенный флоресом, показал, что лом стоил 44 су, что он куплен был в фобурге Тампля у старьевщика и что Леблан, узнав о том, для чего этот лом понадобится, дал денег на покупку его. Когда торг был заключен, продолжал Бертле, Леблан, оставившийся немного позади, сказал мне, «Если тебя спросят, что ты намерен делать с ломом, скажи, что ты гранильщик и что тебе он нужен для поправки колеса. Если у тебя потребуют твои бумаги, ты приходи ко мне, и я скажу, что ты мой подмастерье». Я вернулся к нему с ломом в руках. Он взял его у меня и спрятал под сюртук, чтобы никто его не видел. Придя домой, он первым долгом полез в погреб и спрятал там наш инструмент. В тот же вечер, напившись порядком, мы, то есть Левбер, Пея и я, отправились в Ротонду Тампля, и оттуда в узенькую улицу, название которой я не знаю. Пока мы сторожили, Пея сделал 33 дырочки с помощью булавчика вставни одной белошвейки. Вдруг нож, который Пея делал разрезы между дырками, сломался, и мы, потерпев неудачу, удалились. Затем мы пошли на рынок святого Юстафия, и там Пея с помощью долота пытался взломать дверь одной лавки. Но кто-то изнутри спросил нас, чего нам нужно, и мы поспешили убежать. Тогда было около двух часов по полуночи. Мы все трое отправились в гостиницу Англия, где Пея отдал хозяйке бывший с ним дождевой зонтик. Перед тем, как войти в гостиницу, Пея отдал лом, завернутый в мешок одной торговки, продававшей кофе на открытом воздухе возле поле Рояля. Около пяти часов утра мы вышли из гостиницы Англия, и Пея взял у торговки лом, который давал ей на сохранение. Я должен прибавить, что женщина это не знала, что заключалось в мешке. Пея отправился к Блану, взял лом с собой. Левбюр и я уже не расставались и вернулись к Блану в пять часов, и остались там до десяти вечера. Леблан дал мне огниво, агарок на всякий случай. Я даже в виде развлечения выскобил на огниве Л, начальную букву имени Леблана, Пея Леблюр, и я вышел, мы вышли все вместе. Пея взял лом с собой, а потом отдал его нам. На пути он остановился и зашел в комнаты с одной женщиной. Виктуар беган, а мы с Левбюром отправились на экспедицию к Лабате, за что и судились. Лом и часть украденных вещей были припровождены Левбюром в дом Леблана. Леблан, преданный суду вместе с нами, умолял меня выгородить его. А Пея должен был показать, что три франка на покупку лома были даны ему господином Ведоком. Он тоже посулил мне известную сумму денег, если только я соглашусь показать то же самое. Я согласился, опасаясь, что еще больше испорчу свое дело, показав сущую правду. Показание сделанное 3 октября 1823 года. Левбюр, подвергнутый допросу после него, подтвердил его показания. Что касается Леблана, если я и не показал, прибавил он, что Леблан доставил деньги за покупку лома, то это потому только, что Пея подговорил меня сказать, что его купил сам он. Пея, на том основании, что он был уже достаточно скомпрометирован в этом деле и не хотел замешивать в нем Леблана, который мог ему помочь и сделать добро впоследствии. «Некто Эгли, начальник служащих при консьеже, и двое арестантов, Ликон и Вермов, на допросе объявили Флоресену, что слышали, как Вертеля и Пея сознавались, что обвинили меня совершенно напрасно. Все арестанты единогласно показали, что я всегда старался уговорить их не делать зла. Кроме того, Вермон рассказал, что однажды, когда он стал упрекать их в том, что они без всякой причины скомпрометировали меня, они на это отвечали. «Да плюем мы на это все. Мы рады были бы скомпрометировать отца родного, лишь бы только выпутаться из беды. Скверно только, что это дельце не удалось как следует сделать». Пея, младший по летам из остальных подсудимых, показывал менее откровенно и искренно, чем они. Дружба его к Леблану заставила его сначала скрыть долю истины. Впрочем, он не мог не сознаться, что я был совершенно чужд покупки лома. «Во все время судебного следствия предшествующего суду, сказал он, и во время прений я не переставал утверждать, что господин Ведок дал мне три франка на покупку лома, с помощью которого была совершена покража. Я настаивал на своих словах в надежде, что этот может смягчить и облегчить наказание. Я прибегнул к этому средству по совету некоторых заключенных. Но теперь долг справедливости обязывает меня заявить, что господин Ведок вовсе не давал мне денег на покупку лома. Инструмент этот стоил мне 44 су. Я приобрел его у старьевщика, имеющего лавку в первом переулке направо от улицы Арсис, со стороны моста Нотр-Дам. Я не знаю имени старьевщика, но я сейчас узнаю его лавку, она вторая направо от угла. Покупку эту я сделал 6 или 8 марта. Не помню хорошо. В это время в лавке находились хозяин и его жена. Мне в первый раз случилось покупать у них. Три дня спустя Пэя, припровожденный в Бисетер, написал начальнику 2-го отделения полицейской префектуры письмо, в котором признался, что желает покаяться со всей искренностью. На этот раз истина будет обнаружена вполне. Ютины, Кретьен и Дикастар, и Коко Лакур, явившиеся в суд с целью дать ложные показания, были вполне обличены. Всем стало ясно, что никто иной, как Кретьен, руководил интригой, имевшей целью удалить меня из полиции. Заявление, полученное мэром Жантьер, бросило яркий свет на эту махинацию, от которой Лакур, Кретьен и Дикастар ожидали полного успеха. Они подослали ко мне пево и вышившегося якобы для того, чтобы я указал ему вербовщика, которому понадобился бы кто-нибудь, чтобы заметить рекрута. Они не подговорили верты его прийти в мое бюро и заявить о некоторых покражах. Таким образом, для поддержки обвинения, с помощью которого они надеялись задавить, уничтожить меня, они соорудили целое здание улик на основании моих постоянных сношений с ворами. Судя по всем признакам, можно заключить, что они часто смотрели сквозь пальцы на экспедиции ПЭА и его приятели, под условием, что в случае, если их накроют на месте преступления, они могут принять систему защиты, сообразную с их интересами. Не существовало ни малейших следов подобной сделки, но она состоялась непременно. И я не мог в этом сомневаться ни минуты, благодаря сведениям и наблюдениям моих агентов перед разбирательством дела и даже после осуждения виновных. Когда ПЭА был арестован, Ютины и Кретьен немедленно отправились к нему во строк и имели с ним разговор, в котором уверяли его, что можно предать благоприятный оборот делу не иначе, как обвинив меня, что ему для этого стоит только признать их свидетелями, что они охотно готовы поддержать его показания, в свою очередь покажут в том же смысле и даже скажут, что видели, как я ему вручал сумму в три франка. Агенты не ограничились одними советами. Чтобы быть уверенными на всякий случай, что ПЭА не пойдет на попятный двор, они уверили его, что у них есть могущественный покровитель, влияние которого оградит его от всякой беды. И что, наконец, если обвинительный приговор окажется необходимым, то это сановное лицо настолько могущественно, что уничтожит его действие. Когда начались прения, Ютиня, Критер, Лакур и Дикастар поспешили подтвердить на суде обвинения, возведенные на имя ПЭА. Между тем, над молодым человеком, которому они посулили безнаказанность, был произнесен обвинительный вердикт. Опасаясь, чтобы он, сознав свое положение, не разоблачил их коварные замыслы, они старались воодушевить его, снова пробудить в нем надежду. На этого они не только настаивали, чтобы он подал касацию, но даже предложили ему защитника на свой счет и обязались уплатить все расходы поведению процесса. Эти интриганы добрались и до матери ПЭА, и ей они стали делать подобные же предложения и обещания. Лакур, Дикастар и Критер увлекли ее к Еру Базилю, виноторговцу на площади здания суда, и там за бутылкой вина пустили в ход все свое красноречие, сились доказать старухе ПЭА, что если она поможет им и ее сын будет покорен и послушен, то им легко будет спасти его. «Будьте спокойны», – сказал ей Критер, «мы уж сделаем все, что будет нужно». Вот что выяснилось из следствия. Судьям стало очевидно, что эпизод с ломом, доставленным якобы ведоком, не более как вымесы, вымесил господ агентов. С той поры на эту тему ходило столько разнообразных, неправдоподобных рассказней, более или менее забавных, что можно было бы составить из них целую книгу и прибавить ее к коллекции библиотеки странствующих разносчиков под заглавием «Доблестная история подвигов, деяний, достопамятных, необычайных, удивительных приключений господина ведока с приложением портрета этого великого сыщика, предоставленного в натуральном виде, каким он был до своей смерти, последовавшей без приключений в день его кончины в его доме в Сен-Манде в полночь 22 июля 1875 года. Прошу извинения у читателя, что так долго говорил о своих треволнениях и о мелких дрязгах моих агентов. Я желал бы избавить вас от скучной главы, касающейся исключительно моей репутации. Но прежде, нежели идти дальше, мне хотелось высказать все, что у меня на душе, и доказать, что не всегда можно придавать веру сплетням, распускаемым моими врагами. Чего только не придумали шпионы, сыщики, воры, мошенники, которые одинаково были заинтересованы в том, чтобы удалить меня из полиции. Такой-то влопался, объявлял один из их приятелей своей жене, возвращаясь на ночлег. Быть не может. Верное слово. Кто же тут постарался? Стоит ли спрашивать? Конечно, это сволочь. Видок. Встречались ли два дельца, которых немало в Париже, один из них восклицал. Не знаешь новости? Это да бедняжка-то. Горисон попался и сидит в остроге. Ты шутишь? Хорошо. Кабы шутил. Он только что приготовился сбыть часть товару, и я должен был получить часть барыша за комиссию. Не тут-то было. Знать? Сам черт подшутил. Накрыли ведь с поклажей. Кем же был он арестован-то? Да кем-кем. Конечно же. Видоком. Ах, он подлец. Объявляли ли об аресте важного преступника в бюро префектуры? Или мне случалось захватить какого-нибудь продувного мошенника, след которого агенты никак не могли отыскать? Сейчас раздавался хор завистливых голосов. Все, все этот проклят видок, все он. Среди всего полицейского людо по этому поводу шли бесконечные толки и ситования вдоль всей Иерусалимской улицы. Из кабака в кабак. Как эхо повторялись завистливые слова. Все видок, везде один видок. И это ненавистное имя звучало в их ушах неприятнее, нежели в ушах афинян прозвище справедливого, данное Аристиду. Как счастлива была бы эта шайка воров, карманников и шпионов, если бы воскресили ради них старый закон астротизма, для того, чтобы дать им возможность избавиться от моей докучливой особой. С какой радостью они воспользовались бы своими раковинами. Но помимо заговоров, вроде того, от которого господин Коко и его сообщники ожидали такого счастливого исхода, что могли они сделать? Им заставляли молчать одним словом. «Посмотрите на видока», — говорило начальство, — «берите с него пример, какую деятельность он проявляет. Вечно он на ногах, и днем, и ночью, и спать-то ему некогда. Если бы нашлось три-четыре таких человека, как он, то можно было бы смело ручаться за безопасность всей столицы». Эти похвалы до крайности раздражали моих вялых соперников, но не побуждали их взяться за дело. Если они избрасывали из себя сонливость, то не иначе, как за бутылкою. И вместо того, чтобы спешить без оглядки, куда призывал их долг, они составляли маленькие кружки и забавлялись тем, что разбирали меня по косточкам. «Нет, он просто невозможен», — говорил один из собеседников, — «чтобы так ловко опутать воров, надо иметь с ними сношение». «Ай, черт возьми», — прибавлял другой, — «он сам же их науискивает и чужими руками жар загребает». «Ой, он продувная шельма», — замечал третий. Наконец, кто-нибудь довершал приговор докторальным тоном. «Если нет воров, так он создает их». Не думаю, чтобы между читателями этих записок нашелся хоть один, который бы ступил ногой Гильотену. Я говорю о скромном кабачнике, лавочка которого, пользующаяся известностью среди воров низшего разбора, находилась против Клоаки Дюноя, которую посетители прозвали «большим залом Куртиль». Какой-нибудь рабочий, еще не совсем потерявший честь и совесть, еще может рискнуть зайти к дядюшке Дюнея. Если он малый расторопный и не даст себе класть пальца в рот, то он еще может выйти оттуда, поплатившись только несколькими тумаками и не заплатив ни за кого из своих собеседников. Но у Гильотена он не так-то легко отделается, в особенности, если войдет туда в приличной одежде и с туго набитым кошельком. Представьте себе квадратный зал, довольно просторный, со стенами когда-то выбеленными, но теперь закоптившимися и покрытыми грязью. Вот каков был вид этого храма, посвященного Бахусу и Терпесихоре. Прежде всего, вследствие оптического обмана, довольно понятного, вас поражает теснота помещения. Но когда глаз проникнет сквозь густой туман зловонных испарений, то оказывается, что пространства вовсе не так и мало. Когда пары рассеиваются, из облаков дыма выясняются движущиеся образы. Это уже не призраки, а живые существа, переплетающиеся в различных направлениях. Какая развеселая жизнь! Какое блаженство! Никогда эпикурийцам не приходилось наслаждаться такими благами. Какая отрада для тех, кто любит погружаться в грязь по самое горло! Вы видите несколько рядов столов, которые никто никогда не вытирает, и на которых в течение дня совершается сотня самых отвратительных возлияний. Столики окаймляют кругом пространство, предназначенное для танцев. В глубине этого зловонного вертепа возвышается поддерживаемая четырьмя полузгнившими столбами ветхая эстрада, устроенная из барачного леса и до половины покрытая лохмотьями старого ковра. На этом курином насесте приютилась музыка. Два кларнета, звучный тромбон, оглушительный барабан. Вот четыре инструмента, управляемых костылем господина Дублькроша, маленького хромого старичка, величающего себя дирижером оркестра и дающего темп раздирающим уши аккордом. Здесь все гармонирует между собой лица, величающего себя костюмы, блюда, которые поддаются на стол. Здесь нет прихожей, где бы складывались палки, зонтики, пальто. Вы можете войти со всеми своими пожитками, никто вас не осудит. Здесь все бессеремонно. Женщины причесаны, как попало, или привязаны платочками. Словом, кто как хочет, каких тут только костюмов не увидишь. Мужчины большую частью в куртках с отложенным платочком. Словом, если есть рубашка, которая, впрочем, почти обязательно, панталон можно и не иметь. Верхом бантонности считается полицейская шапка, мусарский доломан, егельские сапоги, панталоны уланские. Словом, костюм составленный из старого тряпья трех-четырех полков. Всякий молодец, закостюмированный в таком роде, может быть уверен победить дамские сердца. До того они обожают военных и имеют слабость к пестрым костюмам. Но ничто им так не нравится, как красные шаровары с высокими сапогами. В этих собраниях редко можно встретить войлочную шляпу, у которой не было бы оторваны поля или вырвано дно. Никто не упомнит, чтобы встретил когда-нибудь фраг. А кто имел несчастье показаться в сюртуке, тот мог быть уверен, что вернется домой в одном жилете. Разве только он обычный посетитель притона. Напрасно стал бы он молить о своих фалдах. Они оскорбляют зрение честной компании. Счастлив он, если оставит всего одну полу в руках этой милой молодежи, которая во все горло вопит известный характеристический припев. У Дюйноя притон всякой сволочи. Но прежде чем вступить через порог кабака, сама сволочь призадумается. Так что в этом вертепе можно видеть только публичных женщин и их содержателей. Всякого рода мошенников. Первостатейных карманников и немало ночных буянов. Отчаянных бродяг, посвятивших всю свою жизнь скандалам и воровству. Само собой разумеется, что в этом прелестном обществе единственное употребительное наречие – воровской язык или так называемая музыка. Это почти всегда испорченный французский, до того не похожий на обыкновенный, что ни один член общества сорока не мог бы похвастаться, что понимает хоть одно слово. Между тем среди обычных посетителей гильотена были свои пуристы. Они уверяли, что этот арго или воровской язык ведет свое начало с востока, и не воображая, что у них кто-либо подумает оспаривать знания восточных языков. Если бы я был охотник до языковедения, то я мог бы воспользоваться случаем для любопытных исследований и, может быть, составил бы целую ученую диссертацию. Но теперь не до того. Вернемся к начатой мной картине и описанию Эдема, скандалистов и любителей ночных оргий. У гильотена не только пьют, но и едят. И небезинтересно разоблачить маленькие тайны его кухни. У старика гильотена не было мясника. Он справлялся собственными средствами. В его медных кастрюлях, нелуженных и покрытых зеленоватым осадком, конина превращается в говяжье филе. Ляжки собаки, казненные в улице генягах, преображаются в бараньи котлеты. И пикантный соус придает аппетитный вид какой-нибудь поджарой кошке. В этой стране волшебных превращений заяц не пользуется правом гражданства. Он уступил место кролику. А кролик превратился в крысу. Прошу не прогневаться. Цитата не моя. Мне скажут, что это по латыни. Быть может, это и по-гречески, или по-еврейски. Мне до этого дела нет. Но если бы крысы видели то, что видел я, то они бы воздвигли памятник своему почитателю Гильотену. Однажды вечером, находясь у Гильотена и почувствовав настоятельную потребность, я встаю и отправляюсь на воздух. Отворив какую-то дверь, я очутился во дворе. Место удобное. Я подвигаюсь вперед ощупью. Вдруг спотыкаюсь. Вероятно, в этом месте переделывали мостовую. Протянув руки вперед, стараясь удержаться. Я хватаюсь одной рукой за тумбу, а другой за что-то мягкое, шелковистое. Я убеждаюсь, что это спиной хребет четвероногого. Подняв руки кверху, я чувствую, что в ней осталась охапка бренных останков живого существа, с которыми я возвращаюсь в зал в ту минуту, когда дубль «Крош» из себя выходит, дирижируя отчаянными танцорами. Конечно, публика рада была случаю позабавиться. В зале раздалось протяжное мяуканье. Любители кошачьего фрикассе вторили мяуканье в запу. Надвинув на ухо свои картузы, они кричали «Кошками нас кормят!» Кошачьими шкурами одевают. И прекрасно! Слава Богу еще, что кошачья порода не перевелась. Дядюшка-гилетен не слишком-то мог разжиться от своих клиентов. Впрочем, мне приходилось в свое время видеть в этом кабаке пирушки, которые едва ли стоили бы меньше Газе Рихте. Или в каком-нибудь первоклассном ресторане. Помнится мне, что шесть человек, в том числе Дреакур, Вилат, Петру и другие, нашли возможным истратить там 160 франков в один вечер. Конечно, каждый из них привел с собою свою нежную половину. Хозяин, вероятно, поживился за их счет. Но они и не жаловались. Не сделали даже ни малейшего замечания и заплатили по-княжески, не забыв дать наводки гарсону. Я арестовал их в минуту, когда они платили по счету, даже не рассмотрев его. Воры щедры и великодушны. Когда им повезет счастье. Они, люди, недавно совершили, эти люди недавно совершили несколько значительных покраш, за которые несут теперь наказание в галерах. Трудно поверить, чтобы в самом центре цивилизации мог существовать такой притон, такое безобразное логовище, как заведение гильотена. Мужчины и женщины курили и плясали все вместе. Трубка переходила из одного рта в другой. И считалось даже большой любезностью предложить какой-нибудь нимфе, явившейся на рандеву чернослива, то есть жевательного табаку, уже пережеванного или нет, смотря по степени фамильярности. Полицейские офицеры и инспектора считали себя слишком большими господами, чтобы толкаться среди такой ужасной публики. Напротив того, они тщательно держались от нее в стороне. Даже мне самому она опротивила до омерзения. Но я был убежден, что для того, чтобы отыскать и накрыть преступника, нельзя ожидать, пока он сам бросится в ваши объятия. Поэтому я покорился необходимости отыскивать их самому и, чтобы не предпринимать бесценных экспедиций, постарался в особенности узнать, какие места они охотнее всего посещают. И потом уже, как опытный рыболов, закидывал свою удочку наверняка. Я не терял времени, желая, как говорится, найти иголку в стоге сена. Дело в том, что сыщик, желающий с пользой работать над истреблением воров, должен по возможности жить с ними, проводить с ними время и улавливать всякий удобный случай, чтобы навлечь на них кару правосудия. Так я и делал. А мои собратья называли это «создавать воров». Этим путем я создавал их немало со временем моего дебюта в полиции. Однажды вечером, зимою 1811 года, у меня явилось предчувствие, что мое посещение гильотену увенчается успехом. Не отличаясь суеверием, я, однако, всегда повиновался подобным предчувствиям. И вот, осмотрев свой гардероб, я принарядился так, чтобы меня не могли счесть за франта, и отправился из дома в сопровождении тайного агента Рибле, разбитного малого, которого обожали все кабацкие гурии, хотя сам он больше клонился на сторону бумагопритяжательниц, которые также очень благосклонно относились к нему. Для проектируемой экспедиции женщина была необходимой принадлежностью. Рибле имел под рукой подходящую. Это была его постоянная любовница, публичная женщина, прозванная Белокурой Машей. В одну минуту она снарядилась в путь, подтянула свои шерстяные чулки, перетянула талию своего платья, накинула на плечи серую шаль и поправила волосы ловким движением, сбила на бок косынку, покрывавшую ее голову, что придавало ей шаловливый, кокетливый вид. И Маша была в восторге идти под ручку с двумя кавалерами. Мы отправились в Куртиль. Войдя в кабак, мы скромно усилились в углу зала, чтобы иметь возможность на свободе рассмотреть окружающее. Рибуэл был один из тех людей, которые невольно внушают уважение. И мы еще не успели разъянуть рта, как нам принесли, чего мы пожелали. «Видишь ли», — сказал он, «холодей-то». Выдрессор он знает, с кем иметь дело. Мы все трое принялись за еду с таким аппетитом, будто и не имели понятия о маленьких тайнах дядюшки Гильеттена. Во время этой трапезы около входной двери послышался шум, привлекший наше внимание. В заведение торжественно вступали герои-победители. Шесть человек, мужчин и женщин, три парочки, не имевшие образа и подобия человеческого. У всех были и срапанные лица, подбитые глаза и синяки на скулах. Беспорядок их одежды, свежие еще ушибы, ясно доказывали, что они совершили какой-нибудь геройский подвиг. Причем тумаки летели во все стороны без разборов. Они подошли к нашему столу. Один из героев, извините, друзья, найдется у вас местечко или нет. Я. Это нас немного стеснит. Да уж делать нечего, можно потесниться. Ребуэ, обращаясь ко мне, ну, приятель, пусти нас к столу, мы добрые малые. Маша, обращаясь ко вновь прибывшим, эти дамы тоже принадлежат к вашему обществу? Одна из героинь? Что это за глупость, господа? Что она там бормочет? Ее герой. Попридержи глотку, Титана. Она не желает оскорбить тебя. Компания усаживается. Один из героев. Эй, поди сюда, дядя Гильотен, давай нам чернушку в восемь жаков, бутыль в четыре литра, по восемь су. Гильотен. Сейчас? Сейчас? Гарсон с бутылкой в руке. Пожалуйте. Тридцать два су. Не хочешь ли тридцать две фиги? Уж не думаешь ли, что мы хотим околпачить, обмануть тебя? Гарсон. Нет, ребята, успокойтесь. Такой у нас уж обычай ведется. Вино разливают в стаканы. Нас так же не забывают. Извините за смелость, прибавил один из них. Тут нет никакой беды, ответил Ебойло. Знаете, ведь одна учтивость вызывает другую. Итак, будем пить во здравие. Так? Ты верно сказал. Не мешает назюкаться. И действительно, мы налезались до того, что к десяти часам вечера, выражали друг к другу свою взаимную симпатию, выверения горячей дружбы и в порывах восторженной нежности, присущей пьяным. Когда наступило время расстаться, наши новые знакомые и в особенности женщины были в состоянии полного опьянения. Ебойло и его любовница были только навеселе. Но чтобы не портить общего впечатления, мы делали вид, что не можем двинуться с места. Сплотившись в кучку, таким образом, не так сильно шатает по сторонам, мы направились вон с пристанища наших наслаждений. Чтобы придавать им мужество нашему шаткому батальону, Рибуэл могучим голосом на самом чистом арго доброго старого времени затянул длинную балладу воровской братьи. Долго тянул он бесконечную песню, наконец окончил. Маша, в свою очередь, хотела угостить нас своим умением. Не спеть ли вам, ребята, песенку, которую я выучила в Сен-Лазаре, а вы, чур, слушать и подхватывать за мной припевы? Мы не отставали от певуни. Финал ее длинной песни, которую мы дружно подхватили за Машей, прежде, нежели она успела пропеть, до конца был повторен восемь раз зычным голосом. Так что во всем квартале стекла задрожали. После этого порыва в ахканской веселости первые винные поры понемногу рассеялись, и мы принялись за разговоры. Доверчивые излияния по обыкновению начались в виде допроса. Я не заставлял себя простить и, напротив, старался предупреждать любопытные вопросы. Я рассказал, что в Паризе живу проездом. Временно познакомился с Рибулле еще в провинции, куда его привели в тюрьме, как дезертира. До вершения всего я постарался изобразить себя в ярких красках, которые очаровали моих собеседников. «О, я был отъявленным, продувным молодцом, на что только я не был способен, чего только я не сделал на своем веку. Я выложил перед ними все свои грехи, чтобы и с их стороны вызвать откровенность. Это была тактика, которая часто удавалась мне. Скоро мои приятели затороторили, как сороки, и я узнал всю их подноготную до таких подробностей, будто мы никогда и не расставались. Они сообщили мне свои имена, свое местожительство, свои подвиги, свои неудачи и надежды. Право, казалось, они нашли человека достойного их доверия. Видно, я уж очень пришелся им по сердцу. Подобные объяснения и излияния в известной степени истощают силы. И мы не пропустили, кажется, ни одного кабака, который их встречали на своем пути. Бесчисленное множество стаканов было выпито в честь нашей новой дружбы. Мы поклялись более не расставаться. «Пойдем с нами!» – пристали они ко мне. Просьбы их были до того настойчивы, что я не мог не согласиться проводить их в улицу Фильдее 14, где они жили в комнатах. Раз забравшись в их трущобы, я не мог не разделить их постели. Трудно себе представить их ласковость, добродушие. Я тоже не отставал от них, и они были вполне уверены в моих добрых качествах. Тем более, что пока я притворялся спящим, кумарь был я в полголоса напропалую расхваливал им мою особу. Если бы половина того, что он наплел про меня, была правда, то я заслужил бы по крайней мере десять приговоров на пожизненную каторгу. Словом, я родился в сорочке и имел счастье отправить на тот свет по крайней мере целое поколение честных людей. Словом, Ребле так прекрасно отрекомендовал меня моим хозяевам, что на другой же день они благосклонно предложили мне участвовать с ними в экспедиции, которую замышляли в улице Верери. Я успел предупредить начальника второго отделения полиции, который принял свои меры, и голубчиков-то накрыли с узлами украденных вещей. Ребле и я были оставлены на стороже, чтобы в случае чего забить тревогу, и главное, чтобы наблюдать за полицией. Позднее они были тем же порядком приговорены к каторге, и если имена Дебреа, Ипполита, и Риша до сих пор красуются в тюремных списках, то это благодаря тому, что я провел вечерок у Бильетена с детьми так сказать солнца.